Ну привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Заболеваемость гриппом в Кирове быстро и неумолимо растет. Снег сегодня искали на крышах, а нашли на газонах. Наш город готовится к крещению, а к юбилею Кирова выпустят новые деньги. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как всегда, коротко и занятно. Поехали! Как и обещали специалисты Роспотребнадзора, заболеваемость после новогодних каникул снова пошла в рост. За первую рабочую неделю недельный эпидпорог превышен на 177%. Больше всего к медикам обращались кировчане старше 15 лет. В этой группе эпидпорог превышен на 282%. По результатам лабораторных анализов вирусы гриппа стали выявлять все чаще. Роспотребнадзор рекомендует кировчанам носить маски в общественных местах и обращаться за помощью к медикам даже в выходные дни, чтобы не доводить до ухудшения состояния. Кирове обещают оттепель. Синоптики говорят, что к концу недели температура поднимется до минус 2 градусов. Поэтому чиновники решили проверить крыши многоквартирных домов и провели сегодня рейд. Итак, рейд проводили в Октябрьском районе. В первую очередь смотрели дома, которые находятся рядом с тротуарами. Нашли очень много нарушений. Сосульки, свисающий снег, налить на кровля. О каждом нарушении они сообщили управляющей компании. И на то, чтобы исправить ситуацию, у этих управляющих компаний есть сутки. Если при повторной проверке снова будут найдены нарушения, специалисты территориального управления обратятся в прокуратуру. Снег на обочинах дорог мешает автовладельцам. Кроме ограниченного обзора, появилась угроза оказаться под завалом. Огромную снежную гору на Октябрьском проспекте, например, не могут вывезти уже несколько дней. Снежный завал выше автобусов и спецтехники. Если эта куча упадет на легковую машину, останутся, ну, как минимум, большие вмятины. По графику администрации, снег на этом участке должны были убрать сегодня ночью. На остальных участках вывоз снега идет активно. Но традиционным кировским методом. Ну, и так сойдет. Снежную массу просто сдвигают на газон. Со стороны дороги, конечно, стало свободнее. А вот пешеходы, если что, потерпят, судя по всему. По словам мэрии, объем вывоза снега увеличили до 16-17 кубометров в сутки. То есть на одну-две машины. Но, судя по всему, дополнительная техника пока не в силах справиться с накопленным количеством снега. Помощь будет оказана каждому. Министерство здравоохранения гарантирует, что процедуру гемодиализа будут оказывать всем нуждающимся. На днях в социальных сетях появилась информация, что пациенты частного учреждения боятся остаться без жизненно важной процедуры. Якобы людям стали приходить сообщения с отказом в помощи. Главврач Кировской областной больницы заявил, что учреждение готово принять всех. В том числе и пациентов из районов области. Галина Вершинина проходит процедуру гемодиализа три раза в неделю. В областной центр она ездит уже два года. Сразу как поставили диагноз и назначили лечение. На четыре часа заместительной почечной терапии ее привозит муж. Живу в Мородыково. У нас 76 километров получается от дома до сюда. Муж увозит три раза в неделю. Бензин нам оплачивают. Таких пациентов, как Галина, в отделении диализа много. Специально для них в областную больницу завезли 76 диализных аппаратов экспертного класса. Отделение оснащено у нас современной аппаратурой. Аппараты экспертного класса Бибраун, немецкой фирмы. Японская расходка и диализаторы. То есть это самое важное во всей процедуре у нас европейские и японские. В день Кировское отделение диализа принимает около ста человек. Эту цифру планируют увеличить. Для тех, у кого нет своего транспорта, но есть необходимость в процедуре, планируют организовать специальный транспорт. Эту помощь получают все нуждающиеся в ней. Никаких отказов у нас нет. География центров помощи в области тоже растет. На сегодняшний день филиалы Кировского отделения есть в Советске, Амутнинске, Слободском и Вятских Полянах. Пациентам важно не просто получать помощь, а проходить лечение в удобное для них время, ведь у многих есть сопутствующее заболевание. Елена Суворова раньше проходила процедуру в частной клинике, но из-за смены графика ей пришлось перебраться в областной центр. А мне предложили или третью смену, или вот сюда перейти. В третью смену я не могла, у меня проблемы с сердцем. И вот я сюда пришла с удовольствием, как оказалось. На сегодняшний день почечную терапию в Кировской больнице и ее филиалах получает 301 пациент. В городе строится еще один диализный центр. Он будет рассчитан на 150 пациентов. Новое учреждение сможет восполнить всю потребность помощи жителям и центра, и районов области. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город». Спасатели начали подготовку к крещению. В этом году коронавирусных ограничений нет, поэтому и Ордане будут организованы с дежурством спасателей, полиции и медиков. Всего на открытых водоемах области сделают 32 купели. В Кирове, по информации Ивятской епархии, для верующих в ночь на 19 января будет организована купель на территории Свято-Успенского Трифонного монастыря. Новогодние праздники уже подошли к концу, но подарки для кировчан еще остались. Магазин «Квартал низких цен» радует жителей города хорошими скидками и акциями. К примеру, весь январь действуют скидки на одежду из Европы. При покупке от 1000 рублей вы получите скидку 50%. Есть еще акции на игрушки, корм для животных, констовары и многое другое. Пока есть возможность, приходите и совершайте выгодные покупки. Искать лучшие цены в городе не придется. Они все здесь, в «Квартале низких цен». Центробанк выпустит юбилейную монету к 650-летию города Кирова. Кировская монета будет номиналом в 3 рубля. По плану Банка России в оборот ее пустят в 2024 году. 3 рубля будут сделаны из серебра. 925-й пробы тираж будет небольшим. Всего 3000 экземпляров. В 2024 году серебряные монеты планируют выпустить и на юбилей других городов. Нальчика, Уфы и Суздаля. Ну и кастинг телепроекта «Похуделло» в самом разгаре. В этот раз он проходит самым доступным для зрителей способом. В онлайн формате. Все, что нужно сделать участникам, это просто рассказать о себе, своему телефону и отправить это видео нам. Многие претенденты уже готовы изменить свою жизнь и тело. Меня мотивирует то, что моему организму тяжело и все это как бы приводит в дискомфорт. Раньше при встрече с людьми меня всегда целовали, обнимали, а сейчас первым делом подходят и гладят мое пузико, говоря, гром, ничего себе, вот это да! Немножко лишнего веса мне мешает в работе. И я занимаюсь йогой, и сейчас стала преподавать йогу, и мне немножко мешает этот вес. Терять лишние килограммы участникам телепроекта придется весело, интересно и главное – правильно. Этот сезон будет юбилейным, поэтому сюрпризов ожидается больше, чем обычно. Наша команда уже занимается подбором испытаний, а новые тренеры готовят программу занятий. От всех, кто планирует к лету попрощаться с лишними килограммами, мы ждем видеооткрытку. Отправить ее можно в сообщение нашей группы «Новости Кирова», «Первый городской канал в Кирове». И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев, и я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город и новости будут во. Пока-пока. Роман Корнеев